Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу с вами я, Герой Ласадзе, и сегодня у нас традиционная «Все будет Украина» с хорошо знакомым и любимым нами Доманом Цибалюком. Приветствую, Рома. Очень рад видеться. Взаимно сократилась до Украины с Гаумар Джос. Героям слава. Ром, ну, прошедшая неделя, конечно же, первый вопрос – это вопросы ситуации на фронте. Насколько я понимаю, там установилась уже дождливая погода, но активность, в общем-то, она достаточно высокая все еще. Ну, на войне как на войне, слушайте, Герой. Тут вот этот вот фактор погоды, он, мне кажется, в современной войне может быть слегка преувеличен. Все же зависит от того, чем ты воюешь и как ты воюешь. Если у тебя достаточное количество дальнобойных ракет, самолетов и дронов, то, гляди-гляди, можно летать в туман. Тем более, говорят, что военные летчики Украины летают в любую погоду на самолетах Ф-16, а может быть, не только на Ф-16. Поэтому посмотрим. Я тут, знаете, мы сейчас на таком этапе, тут все немножечко притомились в каком плане, что конца и края этому не видно. И, конечно, мы сейчас фронт держим, местами наступаем, есть там успехи под Авдеевкой, их чуть-чуть отодвинули. В общем, об этом Институт изучения войны очень неплохо пишет. Я думаю, на этом можно остановиться. И на левом, или, как сейчас принято говорить иногда, в восточном берегу Днепра тоже их там немножечко подвигали. Ну, в общем, я так думаю, что вы тут немножечко загрустили. Это связано, ну, усталость общества, от этого никуда не денешься. Это первый момент. Ну, и вот это вот неразбериха у партнеров. Допустим, там, ну, очевидно, вот сейчас вот есть сигналы, что до Рождества американцы договорятся по деньгам. Но тут просто есть одна тема. Деньги, ну, без денег вообще, без оружия война, она автоматически проигрывается. Это надо признать. Но воевать все равно придется нам. Вот. Плюс вот эти вот сигналы, которые мы видим, например, в Польше, да, вот взяли и заблокировали границы нам для грузовых перевозок. Причем там это делают, я так понимаю, лидеры по вот этой ультраправой, а она же, по сути, все ультраправые европейцы, они почему-то все поют в кремлевскую дудку. Так ты ультраправый, кстати. Ну, да. Вот эти вот конфедераты или кто они там такие. Вот. И это, конечно, так, знаете, очень, ну, с одной стороны, это тренировка, начало вступления, переговоров вступления Украины в Европейский Союз, потому что у нас же вот эти вопросы с разрешениями, ну, то есть регулировка автомобильных перевозок этими фурами, оно же осуществляется в рамках договоренности Украино-Европейская комиссия. Так просто всем хочется напомнить. И, с одной стороны, ну, у Польши нет правительства до сих пор. Они же после выборов все вот этим делом занимаются. Да. Вот. Ну, короче, вот эти вот все моменты, они так нас немножечко напрягают. Ну, как это? Я вот все-таки сторонник вот этого подхода, что как бы тебе, как это, есть такое правило в пехоте. Устал, не устал, а бежать все равно придется и копать. Ну, вот это правило, оно распространяется на всю страну, поэтому в этом я, собственно, ищу этот, как его, силу. Знаете, был такой анекдот из моего детства, значит, когда почему-то, ну, детство у меня было разное. Я не то, что сильно древний, но был такой анекдот, что вот там про непобедимость солдат, там про американских солдат и, соответственно, про русских почему-то. Хотя, ну, если учесть, что это как раз вот этот период сепарации окончательной, бесповоротной, если учесть, что все победы на российской армии или советской армии были достигнуты за счет украинского человеческого ресурса, то, ну, все меня поймут. Но смысл там был такой, что этот солдат, он лучший, потому что он воюет с дверью на спине, ему реально тяжело. И когда вот он эту дверь сбрасывает, то ты понимаешь, что все очень и очень хорошо. То есть я к тому, что за счет, ну, дверь это условная, за счет эффективности и улучшения этой эффективности управления государством, вот тут могут быть бескрайние резервы. Ну, и еще раз просто все, кто слушает меня в Украине, я вот тоже здесь. И эти вот чувства такие, когда ты думаешь, блин, елки-палки, а что же дальше? Все это всем близко, но бежать все равно придется. Поэтому лучше заниматься самым, как это, настроем на марафонскую дистанцию. Она будет долгая, тяжелая. Во время марафона вообще очень часто хочется сойти с дистанцией. Тот, кто бегает, тот знает вот этот вот момент. Но потом ты фокусируешься на чем-то. Очень часто вообще-то это вообще вот это вот фокусирование, оно касается не только твоей физической формы, а именно ментальных вот этих вот штук. Ну и бежишь дальше. Ну а потом, что прекрасный приз – смерть всех российских оккупантов на украинской земле. При всей колоссальности цены. Вы подняли очень важный вопрос, вопрос о психологической готовности не сходить с дистанции. И тут же очень важно другое. Сойти с дистанции можно, когда можно сойти, а здесь альтернативы-то нет. Да, потому что они всех убьют. Ну объективно. Вот если опять же назвать вещи своими именами. Достаточно посмотреть на города, которые… Это же надо же так назвать? Это освобождение. Освобождение. Вот Авдеевку пытаются освободить. Вот от жителей уже ее освободили. От домов освобождают сейчас. Ну и плюс опять же, они же ничего не… Ну они даже и восстанавливать это не планируют. Так будем откровенны. Их интересует только железная дорога по суше в Крым. И все чисто военные задачи это все будет решать в их планах. Ну посмотрим, как будет. Несомненно, действительно это так. И тут очень важный момент – состояние партнера. То есть партнеров. Прежде всего, Соединенных Штатов Америки. На этой неделе президент Зеленский заявил о том, что да, война на Ближнем Востоке между Израилем и Хамас негативно повлияло на поставки снарядов в Украину. В Сенон есть такой обозреватель в политзакаре, достаточно интересный. И он выдвинул следующий тезис. Ребята, ну как поддержать Украину, когда поддержка Запада ослабевает, а внимание переключается, похоже, что ослабевает. Это важный момент. Не сказал, что ослабевает. Похоже. Переключается, мол, на сектор газа. Вообще, говорит, по оценкам Всемирного Банка, восстановление обойдется где-то 400 миллиардов долларов. Ну, не считая войны еще. Война-то еще идет. А различные, говорит, эксперты в области права и экономики убедительно доказывают, что прямой путь, вот простой очень путь, что не нужно ничего выделять, не нужно ничего, это те самые 300 миллиардов долларов, которые есть в активах замороженных России. Почему бы просто не взять и не передать Украине вот эти 300 миллиардов долларов? И тогда груз будет гораздо меньше. И не надо ломать копии. Там 61 миллион, 62 миллиарда или там 60 миллиардов. Я думаю, что этих денег Россия уже не увидит. И они действительно за разрушенные города, они заплатят. Я единственное дело хочу вот тут вас ваше мнение спросить. Вот все говорят, что и вот президент говорит, фокус изменился, сместился в, соответственно, на Дальний Восток, Израиль, сектор газа, все это понятно, но решение, что они же не принимаются на основании публикации СМИ. Я сам проработал в журнализме много-много лет и даже сейчас этим иногда занимаюсь. Так вот, хочу вам сказать, что нельзя строить оборонную промышленность на основании интересов журналистов. Журналисты очень часто, ну, во-первых, это же новостная штука, где новое место начинают стрелять, там туда все едут снимать. Но это же не значит, что меняется проблема, если как-то по-другому начинают писать, допустим, Вашингтон пост о чем-то. Там, кстати, текст Байдена вышел очень даже неплохой. Но пишут они там разные вещи. И я вот не могу понять, что это за подход. Журналисты не могут, журналисты, политики больше об этом говорят. Так это же, тут вопрос не в том, кто что говорит, а кто что делает, какие решения принимаются. Вот рассказывают, что оружие пошло все в Израиль. Ну, я что-то, во-первых, этого не вижу. Это бред. Речь идет об информационном фокусе, но... Если не закончили, потому что если не закончили... Соединенные Штаты, как бы это ни показалось кому-то странным, это демократическая страна. А США все время живут в предвыборном режиме, потому что есть выборы в Конгресс раз в два года, и есть выборы президентские раз в четыре года. Сегодня Соединенные Штаты, конечно же, живут в очень прибыльном режиме. Уже сейчас. Хотя вроде бы на дворе 23-й год. И очень важный момент, вот по поводу публикации СМИ, очень важный момент общественной книги. Последние опросы я посмотрел на Fox News. Они опубликовали, что больше всего волнует американцев. Ну, 89% – это инфляция и рост цен. Ну, это нормально. Это всех всегда волнует. Угроза личным правам – это отдельные пункты. Преступность и поляризация общества – это вырос по 82%. Американцы сказали, что это волнует. Там они могли выбирать сколько угодно ответов. Вот, интересно, Хамас и отдельно исламский терроризм – 74%. Дальше 72% – оружие и границы. И оружие, вопрос по оружию, вопрос по абортам. Безопасность границ – 69%. И, внимание, 67% – Украина. 67% – это достаточно высокий результат. То есть, 67% граждан Соединенных Штатов переживает за то, что будет в Украине. Понятно, что речь идет о том, как остановить Россию в Украине. И как сделать так, чтобы Украина победила. 67% – это тот резерв, который можно использовать всем проукраинским силам вообще. Но нужны нестандартные решения. Потому что, смотрите, как интересно получается. Сейчас сенат за демократами и палата представителей за республиканцами. И те, и другие говорят, окей, да, Украине нужна помощь. Но что говорят демократы? Говорят, ребята, давайте примем в одном пакете помощь Израилю и помощь Украине. И граница. И Тайвань. А что говорят республиканцы? Нет, нет, нет. В одном пакете примем помощь по границе, ограничение миграции и Украине. Нас, кстати, устраивает и первый, и второй вариант. Нам все равно. Да, я все делаю. Зато Украина как предмет торга на внешне, внутриполитическом поле. Украину надо принимать. Что мы протащим еще под видом? Это уже же было. Это уже было, когда, я помню, были эти самые, ах, проголосовали. Полгода назад, может быть, год назад. Ах, эти самые проголосовали против выделения помощи Украины. Черт побери, там у них закон по миграции был. То есть, понятно, что политика – это искусство возможного, и они как хотят, так и изнащаются. Но от этого нам-то не легче, если по-честному. Не легче. Тут, видите, демократия должна быть демократична, экономика экономична. Все-то понятно. Да, я просто так, понимаете, к чему? Я не уверен, вот я эту мысль уже где-то, по-моему, мы с вами проговаривали. Я не уверен, что вопросы безопасности, они должны дискутироваться населением, условно говоря, на уровне соцопросов. Потому что, когда этой темой начинают манипулировать, конечно, тут возникает вот это вот ощущение, не все так однозначно, дорого-недорого, нужна нам ли это Украина, надо ли нам развивать производство на четырех американских заводах боеприпасов 155-го калибра для Украины. Ну, тоже мне заводы американские для Украины. Ну, что-то мне подсказывает, что если заводы американские, то они могут производить снаряды не только для Украины, а в принципе производить снаряды. То есть инвестиция, ну, в общем, вот эта вот тема, когда она начинает разбалтываться, масса слов, понимаете? Я вот, если когда-нибудь мне надоест заниматься вот таким вот журнализмом, и я пойду писать какую-нибудь работу научную, то я, наверное, посвящу ее вот этому, то, что называется постправда. Вот вообще есть ли механизмы в современном мире со современными информационно-технологическими технологиями, чтобы белое оставалось белым? Вот я вот приведу пример, вот раз мы про американцев говорим. Есть там у них такой парень, Вивик Рамас Мамин, ну, кандидат в номинант, скажем так, чтобы стать от республиканской партии. Ну, все говорят, что... Он по... Ники Хэйби начал проигрывать футбол, постучу по дереву. Я о чем говорю, что, ну, вот он может взять и сказать, например, публично на всю Америку, Зеленский нацист. Я, знаете, могу Зеленскому сам любую, как бы, дефиницию приписать, но это же бред, понимаете? Как назвать страну, которая... Или, например, или как Илон Маск говорит, что Зеленский мясник. Это же одно и то же. То есть это по факту постправда, когда все переворачивается с головы на ноги. И то есть там, если с точки зрения заявлений Маска это понятно, ну, то есть он работает в команде Дональда Трампа. Я говорю о том, что это же... Они не агенты же Кремля. Они просто вот играют на вот этих вот противоречиях. Противоречиях, эмоциях и так далее. И получается, создается вот эта Орловщина. То есть я даже специально говорю о американских примерах. Потому что, ну, Россия это вообще какое-то безумное зазеркалье. Там у них правда является то, что говорит Владимир Путин. Причем оно меняется вместе с риторикой Владимира Путина. Так что, ну, тут это отдельная клиника. Ну, с ними, в принципе, я не уверен, что нужно вести диалоги в принципе. И вот этот вот момент меня беспокоит. И вот если мы вернемся к этим цифрам. Почему сейчас по вопросу Украины, ну, по факту противостояния России 67 процентов? Это много и достаточно на самом-то деле. Ну, вот что-то мне подсказывают. В годы Холодной войны противостояние Советскому Союзу, это та тема, чтобы не было ядерной войны. Она занимала высшую позицию. Почему? Потому что элиты американские и западные в целом объясняли, что это наша экзистенциальная угроза. Что эти люди хотят нас всех убить, бросить на нас ядерную бомбу и так далее, и так далее. Сейчас вот это вот желание Путина провести ревизию дел в международной политике, оно почему-то не воспринимается западным миром как угроза себе в первую очередь. Ну, то есть умные понимают, но это вот вопрос такой вот где-то, ну, вроде как все понятно, но с другой стороны будет оно так. Может быть, Падишак сдохнет или Ишак, ну, я в данном случае, я даже не знаю, про Медведева, наверное, говорю. Но что-то вот изменится. И на основании вот такого, то есть мнение людей формируют элиты государств. Вот в чем смысл новостей, вот в чем вообще смысл блогов политических? Новости все читают, все знают новости. И людям так вот устроено, которые не занимаются там журнализмом или около политологии и так далее. Новости все знают, но часто люди не знают, что думать по поводу этих новостей. А все на самом-то деле просто, когда на россияне говорят в эфире российского государства на телевидении о том, что надо убивать украинцев и американцев, потому что мы хотим, чтобы нас больше уважали, то вот этот вот глагол убивать, он же, это не фигура речи. Вот они говорят то, что они хотят сделать. Ну, в нашем случае делают. Даже делают, да. Даже делают, что-то делят. Да, именно так, именно это и есть. Но вообще, если мы говорим об этом, вот постоянно возвращаемся мы к этой теме, но она важная тема. Здесь можно сказать, что кризис традиционных СМИ и кризис доверия к элитам, он наложился на новые технологии. На технологии там интернета, соцсетей и так далее. И опять-таки, если мы говорим о влиянии в тех же Соединенных Штатах и так далее и тому подобное, то больше всего эти люди активно, самую большую активность они проявляют не в Европе, не в США, не в Азии, а в Украине, внутри. Со всеми этими теориями заговора и так далее. Ну, мы же тоже люди, мы это любим. Да. Кто там? Иллюминаты, евреи, кто там еще? Всемирный заговор. 18 копий Путина, несколько в морозильнике, некоторые в состоянии полуразморозки, некоторые вот недавно должны были списать. Вот. Мы с профессором Соловьем обсуждали это, я только и не понял, это он был или его копия. Ну, в смысле профессора Соловья. Ну, да, это вопрос такой, это как Копчак любит вспоминать этот случай, когда, говорит, ну, Марадону, психиатрическая больница, когда лечили вот аркозависимости, там, говорит, там, ну, разные были люди, и, говорит, там, говорит, у меня в палате были Наполеон и Александр Македонский. Хорошие ребята. Проблема в том, что они мне не верили, что я Марадон. Ну, да, это проблема. Это так, ну, вот так вот. Поэтому, ну, да, и какое-то имеет значение, сколько Путина лежат в холодильнике. Путин, эта позиция на поле, это политический тренд, который является сегодня главным веществующим в России. И я привел тогда, когда я об этом услышал, я привел пример Сберии. А Валерий Павлович, я абсолютно уверен, что его не судили и не застреляли в декабре 1953 года. Я абсолютно уверен в том, что его застрелили в июне 1953, вот сразу же по приезду из Германии. И, кстати, его сын об этом рассказывает, и я его сыну верю в этом плане, потому что, ну, а смысл был его пускать в Кремль. Какую-то смес-операцию проводит, когда действительно можно было это сделать, и это сделаем. Перебив охрану встать. И, ну, от того, что Берия был убит тогда, или был расследован в декабре 1953, ничего не изменилось. С июня он уже не политический фактор. Так вот, Путин может десять раз умереть. У него может быть двадцать восемь попугаев. Но пока Путин на экране, пока Путин на мониторе, пока Путин сам говорит, сам что-то делает, это политический фактор. Ну, Гела, вы как бы поддерживаете эту теорию, вы говорите о политической, когда вот это политический аспект, он смешивается с физическим наличием или отсутствием тела. Ну, в общем, не хочу эту теорию разговаривать. Я просто элементарно скажу, что какой смысл, если Путин умер, его еще кому-то показывать. Никакого смысла нет. Ну да. Это бессмысленность, это бред. Но, ну нет, ну есть же еще и то, что там все решено. Жители Зеленскому сказали, чтобы он провел выборы. Или Зеленскому сказали, я не знаю, сделать то-то, то-то, а потом выясняется, что Зеленский не слушается и надо отправлять целую бригаду американских сенаторов, я не знаю, главу ЦРУ, чтобы он послушался. Ну, то есть у этих мудаков, извините, у которых на гербе вот эта курица двуголовая, то есть они, ну реально, вот тоже это интересный элемент этой постфравды, когда они одновременно транслируют два тезиса, взаимоисключающих, ну, такой самых таких ярких. НАТО готовилось на нас напасть, у НАТО нет боеприпасов, чтобы помогать Украине. Ну, ты как это? Ну, это же взаимоисключающая история. Если у НАТО нет боеприпасов, то, наверное, они не собирались воевать и нападать на Россию. Ну, это так, как бы, из области. Но нет, там это все нормально упаковывается в головы, и они это транслируют, транслируют. Ну, да, как же НАТО собиралось нападать без боеприпасов? Ну, действительно, но нет, там и нет, и не должно быть никакой логики. Еще один важный момент, который, кстати, вы подняли, который я бы хотел бы обратить внимание. Понятно, что там действуют эти ультроправые силы, вот про Польшу, да, там заблокировали перевозчикам и так далее. Но есть реальная проблема. Проблема в том, что очень часто работяга из Польши воспринимает, то есть он за Украину, он не хочет, чтобы у него на границе возникла Россия. Их в школе учили про пражское восстание. Прага – это не город в Чехии, Прага – это предвестие Варшавы, а сейчас один из центральных районов, фактически, Варшавы. О пражском восстании и о том, что делал Суворов во время этого пражского восстания. Время казаки Суворова, что творили там, в Праге. Да, это все так. Но, как говорится, есть фермеры, есть дальнебойщики, есть еще кто-то. С одной стороны, может быть, как-то объяснить тоже аудиторию Украины, что, ну да, ребята, ну не все готовы поддерживать, все готовы поддерживать Украину, подавляющее большинство, но не все готовы поддерживать Украину в ущерб себе. Нету такой логики, что хочешь, не хочешь, сведомых мало, очень мало, критическое мало. Согласен, но понимаете дело, тут же есть, ну это же политика. Вот смотрите, есть у нас такой вот, да я думаю, с поляками мы разберемся, ну в смысле договоримся просто, это же будут переговоры и будет найдена какая-то схема. Хотя, по факту, польское правительство, оно обязано разблокировать пункты пропуска, точка. Потому что, еще раз, это решение Украино-Европейская комиссия. Это раз Польша члены Европейского союза, это и плюсы, и обязанности, и, соответственно, вот так вот оно регулируется. Просто частенько бывает так, что эти решения, они мотивированы совсем другими причинами. Вот давайте возьмем наших венгров, тоже наши соседи. Вот заметьте, с начала полномасштабного вторжения, значит, Орбан, он всегда занимает антиукраинскую позицию. Значит, напали на Украину, они там подтянули войска, думали, что Украина падет, и они захватят там часть Украины. Так, на секундочку, мы что, это помним? Было такое дело? Нет, было, но то, чтобы они бы захватывали, я сомневаюсь. Я думаю, что там, скорее всего, было бы, это была опять игра над своего избирателя. Знаете, кто его знает, но смысл в чем? Вот в течение последних, ну, как минимум года, в части поставки оружия, позиция Венгрии одинаковая, в части евроинтеграции они блокируют, в части военной и экономической помощи они блокируют. То есть они занимают чисто российскую позицию, она вообще от российской позиции ничем не отличается. То есть, раз это так, вот возникает вопрос, да, вот в условиях этой постправды, когда в одном государстве появляется российская крыса, и она по факту ставит раком, извините, весь западный мир, всю Европу. Это как вообще? Вот так вот устроен Европа и западный мир. Вот я думаю, что нужно как-то искать другие способы, свою другую модель принятия решений. При этом он рассказывает, что Европейский Союз – это тюрьма народов и всякое такое. Кстати, об этом говорит и Путин. Так что ж надо сказать? Ну, раз вы занимаете такую позицию, валите просто. Никто ж не держит их в Европейском Союзе. Вот Великобритания вышла из Европейского Союза. Так вот, я же об этом и говорю. Получается, тут, ну, как-то, когда Владимир Путин занимается на Западе вот по этому поводу, это же хороший пример, уринотерапией. И все такие говорят, ой, это же вроде бы это Орбан. Ощущение, что это Путин. А может быть, это не ощущение, может, так оно и есть. И вот это же тоже, вот, это вот часть вот этого вот постправды. Когда он, ну, то есть, вот, это мы против начала переговоров по вступлению в Европейский Союз. То есть, еще раз, везде, по каждому пункту они проголосовали за свою позицию, заявили категорически против. Так, значит, дело же не в Украине тогда, дело в других факторах. Это политически... Дело не в Украине, конечно же, но... Да, так вот, это политически мотивированные решения, обусловленные другими факторами. Ну, я уже об этом факторе Манничеллы в бункере сказал. Нет, ну, при всем при этом, Орбан ни за что не будет из Евросоюза. Он был няшкой и лапочкой, когда они шли в Евросоюз. Кстати, в Евросоюз при Орбане вступил. Такой. Он был на обороте, потому что за европейские ценности, за все остальное. Но вот сейчас он потому что может. И в этом слабость Европейского Союза. Ну, ничего. Так как мне сказал консультант Ютуба, ну, мы же не можем ради вас менять алгоритмы Ютуба. Никто не будет этого делать. Они не хотят менять свои алгоритмы. Европейский Союз тоже не хочет менять свои алгоритмы. То есть, представлять их как бескрылых ангелов и эльфов таких добрых тоже сложно. У них тоже свои интересы. По-моему, все нормально, по-моему, все так, как нужно. И еще одна тема, про которую я хотел спросить, это китайская тема. Китайская тема в Украине и отношение в Украине к Китаю. Как вас принимают Китай? Потому что я часто слышу о том, что Китай является союзником России. И если бы не Китай, вообще Россия бы уже проиграла. Есть такое мнение, есть такое посуду. Причем от очень авторитетных экспертов. На уровне общества что? Я думаю, у нас такая более нейтральная позиция в своей массе. То есть, естественно, мне кажется, Китай не сравниваем ни с Северной Кореей, ни с Ираном. Понимая и размеры этой страны, и интересы ее. Но в том плане, что от Китая зависит российская экономическая устойчивость, ну, это же факт. Давайте вот просто посмотрим на такой момент, что они экспортируют сейчас 50% российской нефти. И это реально много, объективно, ну, согласитесь. И если бы они хотели, то на россиян они могли... У них есть реальные рычаги влияния на россиян. Это тоже факт. Поэтому вот так. То, что у них есть реальные рычаги влияния на россиян, это факт. Но с чего бы они, россиян, будут влиять сейчас? Они извлекают свою... Выгоду? Ну, конечно. Ну, я имею в виду, что вот могли бы, ну, в рамках вот этого мирового геополитического пассианса, могли бы немножечко и выгоду свою извлечь активнее. Ну, то есть можно долго дискутировать. Короче, Китай настолько большой, что вот у нас тут такая вот дискуссия была, особенно при прежнем министре обороне, что мы не покупаем «Мавики» за государственные деньги, потому что они китайские, потому что это, типа, действия против наших американских друзей. Вот сейчас правила поменяются, и все. Правила поменяются. Если надо будет, Украина за государственные деньги это сможет покупать. Просто вопрос в чем? Китай, он является торговым партнером номер один очень многих стран, в том числе на Западе. Вот и все. Это просто надо отметить. Вот это тот фактор. Поэтому и в доле торговли США Китай тоже занимает большое место. С другой стороны, ну, действительно, американцы очень часто болезненно воспринимают вот отношения и отношения с Китаем. И вот тут вопрос, насколько важна для Украины черно-белая логика. Кто не с нами, тот против нас. Потому что есть, еще раз говорю, группа экспертов, которые считают, что именно в черно-белой логике может и украсть Украина, противопоставляя себя им, им всем тем, которые не с нами до конца. А есть группа, соответственно, тоже экспертный пул, который считает, что, ребята, вот есть враг Российская Федерация, есть его сателлиты в виде Белоруссии. Я бы раньше еще год назад поставил бы здесь точку, но тут приходится продолжать, к сожалению, Ирана и Северной Кореи. А все остальные, но все остальные, все относительно. И у всех есть свои интересы. Ну вот мы поэтому, скажем так, никакое тут... Я вот не чувствую никаких ни антикитайских настроений, ни противитайских. Ну, как фактор. Просто Китай слишком большой, чтобы его или любить, или ненавидеть. Вот, да, все не черно-белое, и, соответственно, вот пытаемся что-то делать в этом направлении. Ну да, но с другой стороны, без политической крыши Китая, Северная Корея, да, и... То есть я не исхожу из того, вот у меня есть споры с моими друзьями, которые тоже занимаются политическим анализом. Они часто говорят о том, что Китай дал добро и даже инициировал сотрудничество военное с Россией, с Ираном и Северной Кореей. Я думаю, что тут немножко РЦП правильно смещен. Я думаю, что Китай в данном случае, он мог сказать нет. Но не сказал. Но не сказал. И тут еще один момент. Встреча с Си Байден и встреча не менее интересная, на самом деле. Встреча, о которой мало кто говорит, это встреча президента России с премьером Японии. Встреча с Си Байденом. Значит, вот эти встречи, они показали речь что. И там, и там Байден был в роли просителя. Он просил только одно – технологию. Байден был просителем? Не Байдена. Си был. Си был. И он просил только одно – технологию, причем с этими, с японцами вообще интересно, но, к сожалению, вы полностью в фарватере политики США. Может быть, проявите самостоятельность и будете с нами сотрудничать. Я просто говорю, мы не хотим сотрудничать. Ну, и так далее, потому что… Ну, понятно, почему. Вот в этом смысле Китай же создает для себя, скажем так, кейсы внешнеполитического торга с Западом. А что Украина, в данном случае, может сделать? Ничего. Объективно – ничего. Ну, поэтому я, как это, наш вес на планете не переоцениваю. Хотите прикол, Гела, вот насчет этого саммита ОТЭС в Сан-Франциско? Тут российская пропаганда, они такие начали подавать этот вопрос. Почему Зеленский не приехал на саммит ОТЭС? Ну, потому что с улицы Сан-Франциско разогнали наркоманов. Ну, такая типа издевка, что вот Зеленский наркоман, ну, все-таки понятно, эти штампы, которые они разгоняли. Вот. А потом я такой себе думаю. Вообще ОТЭС – это азиатско-тихоокеанский экономический форум, в который Украина не входит. Ну, понятно, потому что… Потому что Украина не находится в азиатско-тихоокеанском регионе. Гела. Но какие они гнусные. А кто входит в ОТЭС? А Россия входит. Хочется спросить, а где Маничела? А, кстати, знаете, кто был вместо Путина там? Аберчук есть такой вице-премьер, который в основном занимался в последнее время за ангизурским коридором и вот этими транспортным сообщением Армении, Азербайджан и так далее. То есть, это роли России в ОТЭС и уровня его представительства. Вице-премьер Аберчук. Все остальные просто побоялись поехать, конечно же. А Аберчук, я, кстати, к нему отношусь очень сочувственно, потому что у него очень большой лишний вес, очень большой. Я знаю, как таким людям трудно. То есть, я знаю, как мне трудно, у которого просто большой лишний вес. А у него очень большой лишний вес. Но на этом мое сочувствие, как и в чеку, заканчивается. Мое тоже. Так у вас и этого нет, потому что вы же не знаете, как трудно люди за большим весом. Поэтому у вас этого сочувствия нет. Понятно. Ну что ж, мы прошли по всем рэперным точкам. Если мы что-то забыли, то давайте скажем. Ну что тут скажешь. Бежать будем. Марафон продолжается. Украина была ей Будой. Вот такой вот взгляд мой с высоты киевских холмов. А российских оккупантов всех уничтожим. Все. Абсолютно. С вами согласен. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава. Спасибо, Гела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok